Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что, сегодня мы будем разбирать итоги заседания американского регулятора. Сразу хочу сказать то, что решение, которое мы увидели вчера по факту ключевой процентной ставки, может создать не самые радужные ожидания для дальнейшей динамики курса американского доллара. И, вы знаете, впервые за очень продолжительный период времени я усомнился в том, что индекс американской валюты сможет сохранить восходящую динамику. Текущие котировки 101.72 по индексу доллара. Вчерашнее решение перед тем, как оно было принято, было сопровождено, опять же, рыночными ожиданиями того, за что все-таки американский регулятор будет бороться либо за ценовую стабильность, либо за стабильность банковского сектора. Эти понятия нужно разграничивать, потому что, в первом случае, это все вопрос об инфляции. В втором случае, это вопросы, связанные со стабильностью национального рынка долга, казначейских трежерис, для того, чтобы динамика их стоимости, снижение приросте доходности не оказывало давления на портфели коммерческих банков, которые по уши в этих облигациях и не провоцировало маржин-коллы, которые, собственно, и привели к смертельному исходу для ряда инвестбанков, венчурных банков, о которых мы говорили несколько недель назад. Я вчера обозначил три сценария повышения ставки на 50 базисных фондов, на 25 и отсутствие каких-либо корректив в денежно-кредитной политике. Мы знаем то, что американский регулятор повысит ставку на 25 базисных фондов. И это золотая середина, это консенсус, это мудрое, правильное решение. Почему бы так не сказать? Потому что, если мы говорим о факте повышения ставки на 25 базисных фондов, это то, что полностью совпало с единичными ожиданиями. Ну, согласитесь, если бы ФРС решил перемудрить рынки, не знаю зачем, повысив ставку на 50 базисных фондов, либо оставив ее на прежнем значении, это решение не совпало бы с единичными ожиданиями. Это решение стало бы сюрпризом, неожиданностью и, разумеется, спровоцировало бы совершенно ненужную сейчас волатильность, турбулентность на рынках и так далее. Хотя, учитывая вчерашние движения, мы можем точно сказать, что волатильность на рынке все же возросла, даже несмотря на то, что американский регулятор принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных фондов. Что означает для экономики это решение? Это решение означает то, что ФРС все же признает, что проблема с инфляцией является проблемой и с ней нужно по-прежнему бороться. Повышение ставки, пусть и более скромным значением, это еще одно действие от регулятора, которое направлено на поддержание стабильности цен и обеспечение условий, при которых инфляция все же продолжит снижаться и постепенно тяготеть к целевому ориентиру на отметке в 2%. Но, с другой стороны, скромное повышение ставки на 25 базисных пунктов, это не то условие, которое могло бы привести к значительному росту доходности казначейских трежей и, соответственно, снижению их стоимости. То есть, американский регулятор подтвердил готовность действовать в рамках своего мандата, бороться с инфляцией, но при этом сохранил стабильный рынок долга. Еще раз напомню, друзья, то, что банкротство ряда банков, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate отчасти было связано с тем, что эти банки несколько заигрались с венчурным капиталом и, может быть, очень сделали большую ставку на американские трежерис, потому что, как мы все прекрасно помним, из-за снижения стоимости этих облигаций, из-за ужесточения монетарной политики, они просто не смогли обеспечить в определенных условиях необходимый уровень ликвидности, потому что снижение стоимости этих облигаций – это равнозначно фактическому убытку для этих банков. Сейчас ситуация стабильна. Вроде бы как нет плохих историй, связанных с новыми банкротствами. Американский регулятор повысил процентную ставку. Ну, важный нюанс заключается в том, что ФРС не во время сопроводительного заявления, ни во время пресс-конференции, когда выступал Джером Паул, не пролил свет на перспективу дальнейшего повышения процентной ставки с точки зрения того, чтобы убедить нас в том, что ставка может расти активнее и дальше, что он делал обычно в ходе своих прошлых заседаний. То есть сейчас ФРС начинает латентно придерживаться позициям того, что темпы роста процентной ставки нужно через какое-то время в офисе свести к нулю. И еще через какое-то время завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. Потому что даже текущая ставка в 5% это может быть, друзья, уже значение рядом с предельным уровнем, до которого ставка могла бы вырасти. Поэтому главный вывод, который заключается в итоге вчерашнего заседания, то, что ФРС все же немного дрогнул. И скорее всего сейчас больше настроен на то, чтобы отказаться от жесткой монетарной политики. Я волевое решение принял. Индекс доллара, который раньше рассматривал как инструмент для покупки, сейчас пофиксил. Но не открыл сделку в обратном направлении, потому что хочется посмотреть за развитием событий дальше. Золото 1977 долларов за Тойск-Колнцу. Я вас предупреждал, что золото легко может оклематься. И после обновления локальных минимумов, которые последовали за тестом 2000 долларов за Тойск-Колнцу, снова будет стремиться к этому психологическому сопротивлению. Факторов поддержки для золота много. Это и ситуация на долговом рынке, это и слабость доллара, это спекулятивный интерес, который обусловлен монетарными уже факторами и именно замедлением темпов повышения процентной ставки, что, разумеется, негативно для американской валюты. И интерес к золоту обусловлен еще сохраняющимся все-таки рисками для банковского сектора США. То, что мы не обсуждаем какой-то отдельный банк, отдельную корпоративную историю с точки зрения ухудшения ситуации, это не значит то, что все банки сейчас чувствуют себя хорошо. Я думаю, вы все слышали о First Republic Bank. Это банк, чек-капитализация буквально за прошлую неделю свалилась, скажем, стоимость акции. Свалилась с 200 долларов до 13, то есть фактически больше, чем на 10%. В 10 раз капитализация снизилась. И после этого были новости о том, что банк готовый поддержать Wells Fargo, Bank of America. Они предоставили кредитные своп-линии на 20 миллиардов долларов. Потом появилась информация, что ФРС тоже помог этому банку, еще выделив 30 миллиардов долларов. Но интересный нюанс заключается в том, что вот за счет этих кредитов банк получил 50-60 миллиардов долларов. Хорошая новость, да, это огромные деньги. Но чистая прибыль этого банка, в годовом выражении, меньше 5 миллиардов долларов. То есть вы понимаете, что с этими долговыми обязательствами банк точно не рассчитается. И ФРС, когда вы делаете деньги, он не думал о последствиях. Просто деньги печатались. Баланс американского регулятора за последние 10 дней вырос на 300-350 миллиардов долларов. Это самый стремительный темп увеличения баланса со времен Криса 2008 года. Это новые напечатанные деньги. Это причина роста денежной массы. И еще один фактор, почему сейчас много крупных денег идет в ETF фонды, которые специализируются на золоте. Приток золота чистого физического ETF фонда на прошлой неделе составил 22 тонны. Потому что все ждут все-таки сохранения инфляционных рисков, сохранения глобальных рисков для финансовой системы. И страхуются в защитном золоте. Еще пару идей, которые хочу озвучить. Это европейская валюта. Мы сделали цель 1.08. Но Лагарда уже на протяжении трех дней подряд в рамках этой недели настойчиво нам повторяет, что ставки будут дальше расти. Сантимент сейчас за то, что толпа в продажах, индекс настроений не меняется уже также на протяжении всей недели. И для меня это сигнал, друзья, чтобы рекомендовать вам посидеть еще в длинных позициях до уровня 1.10. Британская валюта 1.23.17. Сегодня заседание Банка Англии. Ключевое событие дня с точки зрения фундаменталов. 12.00 по GMT. Накануне вышли данные по инфляции, которые существенно превысили показатели прошлого месяца. 10.4%. Фактическая цифра. Это новый, почти рекордный максимум. Базовая инфляция выросла с 5.8 до 6.2%. И, конечно же, сегодня Банк Англии будет повышать процентную ставку. Минимум на 25 байсных пунктов. И это должно поддержать позиции британской валюты. Я рекомендую по паре фунт-доллар ждать уровень 1.25. И американский фондовый рынок, S&P, все же сдал назад уже ниже 4.000 пунктов. 3.988 пунктов сейчас. Я думаю, что дальнейшее снижение – это вопрос самого ближайшего времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.